здравствуйте дорогие друзья мы сейчас с вами находимся в фойе фска олимп здесь запланировано торжественное участвование команды химик к этому процессу готовится специальная творческая группа вот они уже идут со дворца культуры для того чтобы встретить игроков и торжественно вручить им каравай также сейчас в честь победы которую одержала команда химик днепропетровске в чемпионате суперлиги чемпионата украины по баскетболу проходит пресс-конференция на втором этаже олимпа там к сожалению не очень хорошая связь у нас поэтому мы сейчас находимся здесь и будем ждать когда придет команда и от города смогут поздравить наших спортсменов вчера команда приехала с днепропетровска здесь на пороге олимпа ждали игроков небольшая группа болельщиков потому что в основном фаны все поехали в днепропетровск для того чтобы поддержать нашу команду но вчера игроки приняли решение что они не приедут в олимп это было неожиданным для всех кто вчера встречал у нас здесь пропадает связь почему то я смотрю что есть сейчас группа видимо болельщиков которые тоже намерены встретить игроков торжественно поздравить с победой это первая победа в истории баскетбольного клуба химик впервые они стали чемпионами чемпионами суперлиги поэтому это имеет большое значение как для самой команды так и для города южного хотя любая победа первая или или вторая она имеет значение большое для города южного ну а этой победы болельщики ждали давно давно вот заходит группа людей которые по всей видимости тоже намерена встречать команду команда кстати вот уже они постепенно уже спускаются несколько человек с медалями по всей видимости они вышли после пресс-конференции сельскохозяйствен сельскохозяйственных сельскохозяйственных они берут внутренние вот этот петя Здесь, к сожалению, не очень хорошая связь, поэтому я не буду быстро передвигаться по фойе Олимпа для того, чтобы найти хорошую точку, откуда не будет прерываться сигнал. Напоминаю, мы сейчас с вами находимся в ФСК Олимп. Здесь буквально через несколько минут начнется торжественное участвование команды «Химик». Команда «Химик» два дня назад провела последнюю третью игру финальной серии плей-офф. Они встречались в Днепропетровске с командой «Днепр» и выиграли со счетом 81-41. Пришел городской голова Владимир Новацкий. Он, по всей видимости, тоже будет поздравлять команду. Но сейчас проходит еще пресс-конференция на втором этаже конференц-зале. Поэтому, скорее всего, участники торжественного мероприятия будут ждать, пока закончится общение с журналистами. Здесь уже есть игроки команды. Пресс-конференция на втором этаже конференция на втором этаже конференц-зале. Я знаю, я раз уже с вами. Я поедал на машине в Кирилл. Я проехал, я проехал, я тут. Я тут новый фурор. Там есть участие, где он становится скрысок. До свидания. Я здесь уже обиделся. Они думали как в lowest виде. Нaugф 만들어 Protesta. Так что, ребята, все уже? Еще нет? Еще тренировка. Городская голова Владимир Новацкий пообщался в неформальной обстановке с игроками и рассказал о том, что... Владимир Новацкий рассказал о том, как вчера проходила встреча баскетбольной команды «Химик». Оказывается, не только средства массовой информации и немногочисленные болельщики, которые собрались вчера на пороге спортивного комплекса «Олимп», для того, чтобы встретить победителей, оказались перед такой неожиданностью, что команда поехала в «Олимп», вчера также планировалось вручение каравая, но она отменилась в связи с тем, что автобус ехал очень долго, дорога непредвиденная. Планировалось изначально, что автобус с игроками прибудет в пять часов вечера, но вчера испортилась погода, и поэтому решили отпустить официальную делегацию и перенести это мероприятие на сегодня. Но самые стойкие – это журналисты и немногочисленные болельщики решили все-таки остаться до конца и ждали победителей возле спортивного комплекса «Олимп» приблизительно до семи часов вечера. Но игроки устали после сложной тяжелой игры, после борьбы, после длительной дороги, и поэтому приняли решение поехать в общежитие, где они проживают. И, к сожалению, не доехали до спортивного комплекса «Олимп». Но встреча все равно прошла, потому что в автобусе остался еще тренер, а также несколько игроков, которые и получили первые аплодисменты от жителей города Южного. Напоминаю, что мы сейчас с вами находимся в спортивном комплексе «Олимп». Мы ждем, пока закончится пресс-конференция. После того, как пресс-конференция закончится, пройдет торжественное чествование баскетбольной команды «Химик». Игроки некоторые уже собрались для этого торжественного момента. Кстати, что я могу сказать? На улице испортилась очень сильно погода, при том дождь, очень сильный ливень, а вот и ветер. Я буквально на несколько минут выйду, для того, чтобы... Вот такая вот погода сейчас, дождь и солнце. А также мы видим, что главный фонтан города Южного уже заработал. Возвращаемся в фойе спортивного комплекса «Олимп». Сейчас 15 часов 7 минут. Напоминаю, что собрались здесь спортсмены, воспитанницы танцевального коллектива «Чудо Сия» в национальных костюмах с караваем и ожидают момента, когда можно будет вручить вчерашний каравай. Вчерашний, потому что его планировали вручить вчера. к баскетбольному клубу «Химик». Сейчас мы пойдем и пообщаемся с Владимиром Николаевичем. Владимир Николаевич, а почему вы не поехали в Днепропетровск с командой? Вы были в Днепропетровске? Ничего тебе! Я хочу сказать, какой я авантюрист. Я в час дня еще был на работе, в кабинете. В час дня. Вчера. И сразу же пол второго я отсюда выехал машиной в Днепропетровск. Я, правда, опоздал на 15 минут на первые четыре. Там такие дороги, я не ожидал таких дорог. И я вчера был на баскетболе, поздравил ребят, вручил им медали. А потом на машину ночью ехал, и утром об обед уже был на работе. Так что я успел. То есть вы превышали скорость? Нет. Я просто спешил на работу. Ага. Ну а на игру? Я был на игре, и вместе с ребятами был вместе с фан-клубами. С фан-клубом в зале. Кричали, болели, переживали вместе. Поэтому я считал своим долгом поехать и побыть вместе с ребятами. Поздравить. И получить удовольствие вот этой атмосферы, которая была в Днепропетровске. Вы ожидали, что будет сразу победа, третья победа? А что я поехал? Я же ехал. Я чувствовал внутри, что да, что должна быть. Это должна быть последняя игра. Что там должны стать чемпионами. Ну, я не думал, что разрыв будет большой 40 мячей. Но ребята молодцы. Ну, вы знаете, что я практически не пропускал ни одной игры. Я в городе. Это не то, что я поехал на одну игру. Я практически посещал в городе Южном все игры. А этот считал, что так надо. Что нужно поехать. И помимо того, что получить удовольствие от игры, но побудить вместе с ребятами, поздравить и вручить имена. Это история. Это история города. Это история баскетбола Южного. Это, я думаю, история нашего государства в Украине. Потому что ребята же установили много рекордов. Потому что 36 матчей в чемпионате Украины не проиграли ни одного, ни одной игры. Все победы. Это впервые за всю историю. Ну, необходимо отметить, что не очень сильный чемпионат в этом году. Да, безусловно. Но все в равных условиях. Понимаете? У нас тоже не все так гладко. Таким же. Ну, мы же город Южный мог сегодня конкурировать с городом Киев. Мы могли конкурировать с тем же Днепропетровском, Запорожье, Одесса. С городами не под стать Южным. Но сегодня Южный пошел в историю Баскетбола Украины. Это приятно. Спасибо большое. Спасибо. Как делали? Борис! Борис! Неожиданно я для себя узнала о том, что оказывается городской голова присутствовал на последнем матче, победном матче в Днепропетровске. Оказывается, в час дня он находился в Южной и успел прибыть на игру. Продолжение следует...